МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКОЙ ДУМА МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКОЙ ДУМА МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКОЙ ДУМА МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКОВСКАЯ 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 ГОРОДСКОВС Понятно, что дополнительная пенсия, а средняя страховая пенсия сегодня составляет 13 729 рублей, это не то, на что могут путешествовать сегодня пенсионеры, как говорил Медведевский министр Силуанов. Нет, это просто способ выжить. Не жить с комфортом, а выжить. Потому что ни 13, ни 15 тысяч рублей не могут позволить даже выжить человеку. И только в совокупности, как 28 тысяч рублей, только это может обеспечить выживание. В прошлый раз мы много говорили на прошлом заседании, а как раз об этом выживании. И депутаты от Единой России смеялись, ну как так? Как где-то не может быть интернета? Как где-то не может быть канализации? Открою вам глаза. Четверть школ Архангельской области, Якутии, Дагестана, это все разные регионы абсолютно, в разных частях России находятся. Они не имеют канализации. Жители Москвы, проживающие на улице Большая Косинская в моем избирательном округе, не имеют канализации. Москвичи, понимаете? Они выживают, они ищут воду, они ходят на вот эти водокачки и таскают воду ведрами в Москве. Улица Большая Косинская, приедьте туда, посмотрите, как люди живут. Это 500 метров от МКАД. Но кому же тогда живется-то на Руси хорошо? А живется хорошо? Мы знаем, кому. Пять олигархов, приближенных к президенту Путину за время пандемии, просто нереально улучшили свое благосостояние. Среди них Лисин, Михельсон, Олег Перов. Особого внимания заслуживает Владимир Потанин. Его состояние за время пандемии, когда люди находились в кризисе, людям не на что было есть, еду покупать. А его состояние увеличилось с 19 до 26 миллиардов долларов. С 19 до 26. И в это же самое время, так называемое, его предприятие Норильский Никель просто затопило тундру мазутом. Тысячи тонн мазута погубили. Реки и озера. Все потому, что он экономил на очистных сооружениях. Он деньги эти себе складывал в карман. В своем возражении Министерство труда по отмене пенсионной реформы ссылается на то, что пенсионный возраст также повышается в странах Европы. Во-первых, оно повышается не везде. А во-вторых, мы должны помнить, что в странах Западной Европы средняя продолжительность жизни 80 лет. В России 72 года. То есть российский пенсионер получает пенсию на 8 лет меньше, чем пенсионер в Западной Европе. Размеры этих пенсий мы сегодня уже сравнивали. Я сравнивал на комиссии. Возвращаться к этому не буду. Все знают, что там пенсии достойные. Там путешествуют на этой пенсии. У нас даже выжить не могут. При пенсионном возрасте 65 лет средняя продолжительность жизни мужчин по данным Росстата, официальный сайт, в Амурской, Новгородской, Псковской, Тверской областях, Хабаровском крае составляет 64 года. Мужчины теперь не доживают до пенсионного возраста. В Забайкальском крае, Иркутской области, Кемеровской области 63 года. В Чукотском автономном округе средняя продолжительность жизни мужчины 59 лет. Депутаты от Единой России могут возразить. Ну как так? У нас-то ведь доходы увеличиваются. У нас в смысле у них 400-500 тысяч рублей в месяц? А у кого-то, не будем показывать пальцем, у председательствующего, 162 миллиона рублей в месяц. Наверное, один думает, что у всех так же улучшается жизнь. Однако, согласно исследованию Левада-центра, проведенному еще в декабре 2019 года, 43% россиян за 2019 год почувствовали ухудшение условий жизни и лишь 13% улучшение. И все это до пандемии. До. Страшно представить о том, какое самочувствие у россиян реально сейчас находится. Оно будет просто пикирующим. И это в том числе из-за того, что Единая Россия отказала в рассмотрении законопроекта КПРФ о выделении каждому по 20 тысяч рублей. То, что мы выдвигали в мае текущего года. По итогам 2019 года, по данным Росстата, реальные доходы россиян по сравнению с 2014 годом снизились на 7,5%. И думаю, не соврошу, если скажу, что в 2020 году падение-то будет драматическим. Таковы результаты 20-летнего правления Путина и Единой России. Украденные у пенсионеров деньги потрачены в том числе якобы на организацию переобучения. Но в 60 лет людям, даже переобучившись, почти невозможно найти новую работу. Работодатель естественным образом предпочитает более молодых. Введенная уголовная ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста привела лишь к тому, что работодатели вовсе отказались брать этих работников на работу. Просто, чтобы избежать уголовной ответственности. В сложившихся условиях продолжать пенсионную реформу – это равносильно голоду для миллионов жителей России. Долг каждого из нас сегодня – предпринять все зависящие от него усилия, чтобы улучшить жизнь самых нуждающихся. Идеальная для этого возможность – проявить гуманизм путем отмены пенсионной реформы. Прекрасно понимая, учитывая выступления представителей фракции «Единая Россия» на комиссии по рассмотрению данного законопроекта, по рассмотрению законопроекта депутата Янчук о повышении выплат ветеранам труда, что, скорее всего, они намереваются отклонить. Так вот, я вам хочу сообщить, каждый, кто уклонится от голосования по данному законопроекту, кто воздержится или проголосует против, имя этого человека будет вывешено на стену позора, в том числе в наших социальных сетях. И мы каждому вашему избирателю будем сообщать, что вы проголосовали против того, чтобы этим избирателям выплачивались пенсии. Выборы не так далеко. Мы каждому об этом сообщим, чтобы люди, ваши избиратели знали, что вы против того, чтобы им выплачивали пенсии. Вы должны это помнить, когда будете голосовать. Верните людям пенсии! Верните людям пенсии! Верните людям пенсии! Верните людям пенсии! Спасибо. Евгений Викторович, трибуна Московской городской думы для обсуждения законопроектов, а не для митингов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова